В Смоленске состоялся открытый чемпионат России по вольной борьбе среди мастеров ковра. В соревнованиях приняли участие титулованные атлеты из 10 стран. Новосибирскую область представляли три спортсмена, среди которых и берчане. На ковре встретились более 250 сильнейших спортсменов. В Смоленск приехали представители не только из различных регионов России, но также из Белоруссии, Армении, Италии и других стран мира. Участвовали в соревнованиях и уже прославленные чемпионы мира, Европы, России, а также СССР. Атлеты Бердска Валерий Голубков и Владимир Жолобов выступали в дивизионе А. Это 35-40 лет. В весовой категории до 100 килограммов. Провели по 4 схватки. Уложить соперника на лопатки и с триумфом завершить бой – это главная цель каждого борца. Первым соперником Валерия Голубкова стал спортсмен из дагестанской команды. Бой прошел успешно, победа, несмотря на то, что берчанин вышел на ковер с травмой. Однако свои бои он провел максимально собрано. Вышел на ковер, начисто готов. Никого не интересует, что у тебя травма есть, что ее нет. Вышел Борис. Потом вышел, получается, на полуфинал, на Вову. С Вову отборолись, получается, проиграл. И остался в финале за тройку с чеченцем. Ну, с чеченцем команды. Ну, как бы все схватки были тяжелые, так скажем. Подготовка, время было мало. Получил травму полгода назад. Там все три недели было на подготовку к соревнованиям данным. Но, тем не менее, как бы результат, есть результат. Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в нашей подготовке. Спарринг-партнерам, тренерам нашим. Ну, и всем, кто поддерживал, большое спасибо. Будем идти дальше, я думаю, свое заберем еще. Валерий Голубков и Владимир Жолобов успешно преодолели групповую стадию и вышли в полуфинал, где встретились между собой. Жолобов одержал победу, а затем в финале взял верх над вольником из Смоленской области. К чемпионату России усиленно не готовился. Наш спортсмен показал свой опыт. Финал, наверное, самый интересный был, потому что смоленский спортсмен, он же тренер, он же и судил эти соревнования еще, причем, да. Там интересно получилось. Посыл был, что судейство против меня. То есть в том году то же самое было в Дагестане, полуфинал, то есть с местным борьбом с дагестанцем тоже. Оценки в обратную сторону, ну, это нормально. Не дал шанса, чтобы до чего-то придрались. Надежную борьбу показали и тем самым хорошо, спокойно выиграли. Но был момент один, очень было так приятно, когда можно было выиграть и досрочно, побыстрее, но весь зал детей болел за соперника, как тренер его понимает. Отмечу, боролись по круговой системе, то есть каждый встретился с каждым. Главное на соревнованиях, говорят спортсмены, это полная концентрация на технике. Сейчас идет подготовка к мировым состязаниям, которые пройдут в Греции. В Международной Федерации будет собрание по поводу допуска России, каких амплуа они нас запустят. То есть мы сейчас ждем самое главное для этого, потому что проходит сейчас буквально через, на следующей неделе, в понедельник начинается чемпионат мужчин и женщин в Каспийске, и уже там подготовка идет к миру. Сейчас как бы все ждем от того, как они посовещаются и что будет дальше. Без борцов российских делать там нечего, неинтересно. Самую, скажем, одну сильную державу брали, ведущие, так скажем, страны из этого вида спорта. Поэтому уже все кричат, что допускайте, допускайте. А я думаю, что наши спортсмены тоже засиделись. Ну, в любом случае поедут и будут оставивать честь. Продолжение следует...